А сейчас переходим к информации о предстоящих выборах депутатов в Государственную Думу России. Сегодня состоялось очередное заседание избирательной комиссии области. Какие решения приняты, узнал мой коллега Юрий Соболит. Фрагмент интервью с представителем регионального избиркома Олегом Килипченко. Посмотрим далее. Олег Юрьевич, здравствуйте. Сегодня стало известно, как будут выглядеть приглашения на выборы в Государственную Думу. Можно ли их уже поддержать в руках? Сегодня избирательная комиссия утвердила форму приглашения на выборы. Вот это приглашение. Здесь обратите внимание на место голосования, на место работы и время работы участковой избирательной комиссии, где в приглашении будут описаны процедуры получения открепительного удостоверения, если избиратель не сможет проголосовать в день выборов на своем избирательном участке. Голосовать не по своему адресу, взяв открепительное удостоверение, пока собираются порядка 30 жителей области. Обращаться в территориальные избирательные комиссии. Само приглашение на выборы уже к 9 сентября должно лежать в почтовых ящиках. Бюллетень для голосования по федеральным спискам уже тоже утвержден, как он будет выглядеть. Форма утверждена у нас как для 194-го, так и для 195-го округа. Они отличаются тем, что региональные группы партий, в некоторых, они различны для 194-го и 195-го округа. Напомню, 195-й округ – это жители Рыбинска, Переславля, а также Красноперекопского и Кировского района Ярославля. К 194-му округу относятся Дзержинский, Заволжский, Ленинский и Фрундинский районы областного центра. Плюс вся остальная область. Федеральная часть указывается полностью, она может составлять до 10 кандидатов. У некоторых партий один кандидат в федеральную часть входит. Всего мы насчитали в бюллетене 14 партий. Каждый избиратель на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания получит два бюллетеня. Это бюллетень по общему федеральному округу, где будут голосовать за партийные списки, и бюллетень по одномандатному округу, где будут голосовать уже за конкретных кандидатов. Процесс голосования будет записываться. В Ярославле и Рыбинскими камерами будут оснащены 352 участка. Юрий Соболев. День в событиях. Областной избирком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова